Эта своеобразная математика только что пришла в голову Боброву. Он, как и многие очень впечатлительные люди, находил новые мысли только среди разговора. Тем не менее, и его самого, и Гольдберга поразила оригинальность вычисления. «Черт возьми, вы меня ошеломили», — отозвался с дивана доктор, «хотя цифры могут быть и не совсем точными. А известно ли вам, продолжался еще большей горячностью Бобров, известна ли вам другая статистическая таблица, по которой вы с чертовской точностью можете вычислить, во сколько человеческих жизней обойдется каждый шаг вперед вашей дьявольской колесницей, каждое изобретение какой-нибудь поганой веялки, сейлки или рельсопрокатки. Хороша, нечего сказать, ваша цивилизация, если ее плоды исчисляются цифрами, где в виде единиц стоит железная машина, а в виде нулей целый ряд человеческих существований». «Ну, послушайте, голубчик вы мой», — возразил доктор, сбитый с толку пылкостью Боброва, «тогда, по-вашему, лучше будет возвратиться к первобытному труду, что ли? Зачем же вы все черные стороны берете? Ведь вот у нас, несмотря на вашу математику, и школа есть при заводе, и церковь, и больница хорошая, и общество дешевого кредита для рабочих». «Бобров совсем вскочил с постели и босой забегал по комнате. И больница ваша, и школа, все это пустяки, цаца детская для таких гуманистов, как вы, уступка общественному мнению. Если хотите, я вам скажу, как мы на самом деле смотрим. Вы знаете, что такое финиш?» «Финиш? Это что-то лошадиное, кажется, что-то такое на скачках?» «Да, на скачках. Финишем называются последние сто сажен перед верстовым столбом. Лошадь должна их проскакать с наибольшей скоростью. За столбом она может хоть и сдохнуть. Финиш – это полнейшее, максимальное напряжение сил, и чтобы выжать из лошади финиш, ее истязают хлыстом до крови. Так вот и мы. А когда финиш выжит, и кляча упала с переломленной спиной и разбитыми ногами, к черту, она больше никуда не годится, вот тогда и извольте утешать павшую на финиш и клячу вашими школами да больницами. Вы видели ли когда-нибудь, доктор? Мастер – литейное и прокатное дело. Если видали, то вы должны знать, что оно требует адской крепости нервов, стальных мускулов и ловкости циркового артиста. Вы должны знать, что каждый мастер несколько раз в день избегает смертельной опасности только благодаря удивительному присутствию духа. И сколько за этот труд рабочий получает, хотите вы знать? А все-таки пока стоит завод, труд этого рабочего обеспечен, сказал упрямо Гольдберг. Доктор, не говорите наивных вещей, – воскликнул Бобров, садясь на подоконник. Теперь рабочий более чем когда-либо зависит от рыночного спроса, от биржевой игры, от разных закулисных интриг. Каждое громадное предприятие, прежде чем оно пойдет в ход, насчитывает трех или четырех покойников, патронов. Вам известно, как создавалось наше общество? Его основала за наличные деньги небольшая компания капиталистов. Дело предполагалось устроить сначала в небольших размерах, но целая банда инженеров, директоров и подрядчиков ухнула капитал так скоро, что предприниматели не успели оглянуться. Возводились громадные постройки, которые потом оказывались негодными. Капитальные здания шли, как у нас говорят, на мясо, то есть рвались динамитом. И когда в конце концов предприятие пошло по 10 копеек за рубль, только тогда стало понятно, что вся эта сволочь действовала по заранее обдуманной системе и получала за свой подлый образ действия определенные жалования от другой, более богатой и ловкой компании. Теперь дело идет в гораздо больших размерах. Но мне хорошо известно, что при крахе первого покойника 800 рабочих не получили двухмесячного жалования. Вот вам и обеспеченный труд. Да стоит только акциям упасть на бирже, как это сейчас же отражается на заработной плате. А вам, я думаю, известно, как поднимаются и падают на бирже акции. Для этого нужно мне приехать в Петербург, шепнуть Маклеру, что вот, мол, хочу я продать тысяч на 300 акций, только, мол, ради бога, это между нами, уж лучше я вам заплачу хороший куртаж, только молчите. Потом другому и третьему шепнуть то же самое по секрету, и акции мгновенно падают на несколько десятков рублей. И чем больше секрет, тем скорее и вернее упадут акции. «Хороша обеспеченность!» Сильным движением руки бобров разом распахнул окно. В комнату ворвался холодный воздух. «Посмотрите, посмотрите сюда, доктор!» крикнул Андрей Ильич, показывая пальцем по направлению завода. Гольдберг приподнялся на локте и устремил глаза в ночную темноту, глядевшую из окна. На всем громадном пространстве, расстилавшемся вдали, рдели разбросанные в бесчисленном множестве кучи раскаленного известняка, на поверхности которых то и дело вспыхивали голубоватые и зеленые серные огни. Это горели известковые печи. Над заводом стояла огромная красная, колеблющаяся зарево. На его кровавом фоне стройно и четко рисовались темные верхушки высоких труб, между тем, как нижние части их расплывались в сером тумане, шедшем от земли. Разверстые пасти этих великанов безостановочно изрыгали густые клубы дыма, которые смешивались в одну сплошную, хаотическую, медленно ползущую на восток тучу, местами белую, как комьеватый, местами грязно-серую, местами желтоватого цвета железной ржавчины. Над тонкими длинными дымоотводами, придавая им вид исполинских факелов, трепетали и метались яркие снопы горящего газа. От их неверного отблеска нависшая над заводом дымная туча, то вспыхывая, то потухая, принимала странные и грозные оттенки. Время от времени, когда по резкому звону сигнального молотка спускался вниз колпак доменной печи, из ее устья с ревом, подобным отдаленному грому, вырывалась к самому небу целая буря пламени и копоти. Тогда на несколько мгновений весь завод резко и страшно выступал из мрака, а тесный ряд черных, круглых, кауперов казался башнями легендарного железного замка. Огни кокосовых печей тянулись длинными правильными рядами. Иногда один из них вдруг вспыхивал, и разгорался точно огромный красный глаз. Электрические огни примешивали к пурпуровому свету раскаленного железа свой голубоватый мертвый блеск. Несмолкаемый лязг и грохот железа несся оттуда. От зарева заводских огней лицо Боброва приняло в темноте зловещий медный оттенок. В глазах блестели яркие красные блики, спутавшиеся волосы упали беспорядочно на лоб. И голос его звучал пронзительно и злобно. Вот он, молох, требующий теплой человеческой крови, кричал Бобров, простирая в окно свою тонкую руку. О, конечно, здесь прогресс, машинный труд, успехи, культура. Но подумайте же, ради бога, двадцать лет, двадцать лет человеческой жизни в сутки. Клянусь вам, бывают минуты, когда я чувствую себя убийцей. Господи, да ведь он сумасшедший, подумал доктор, у которого по спине забегали мурашки, и он принялся успокаивать Боброва. Голубчик Андреевич, да оставьте же, мои милые, ну, что за охота из-за глупости расстраиваться? Смотрите, окно раскрыто, а на дворе сырость. Ложитесь, да и, знаете, к вам бромку. Маньяк, совершенный маньяк, думал он, охваченный одновременно жалостью и страхом. Бобров слабо сопротивлялся, обессиленный, только что миновавший вспышкой. Но когда он лег в постель, то внезапно разразился истерическими рыданиями. И долго доктор сидел возле него, гладя его по голове, как ребенка, и, говоря ему первые, попавшиеся, ласковые.